Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как дешево, можно сказать, бесплатно получить хороший, качественный посадочный материал декоративных, плодовых и ягодных культур. Причем самое главное, этот материал гарантированно будет именно того сорта, который вы захотите. Это способ зеленого черенкования. Именно при его помощи питомники получают практически все декоративные культуры, большое количество ягодных и изрядную часть плодовых. И сегодня мы с вами будем размножать зеленым черенкованием такие всем известные культуры ягодные, как жимолость, крыжовник и смородина. Когда можно заняться зеленым черенкованием? Сейчас. Именно сейчас, перед активного роста, когда побеги еще не одревеснели полностью, можно и нужно заняться зеленым черенкованием. Для этого нам понадобится прирост. Это те побеги, которые успели образоваться в этом текущем году. Самое главное, они не должны быть недозрелыми. Вот такие вот мягкие травянистые не годятся. Как не годятся те черенки, которые уже одревеснели и покрылись коричневой корочкой. Эти черенки подойдут для осеннего черенкования. Итак, нам нужны черенки. Для того, чтобы нарезать и приготовить черенки, нам нужны инструменты. Острый нож, либо секатор. Обязательно нужен корнестимулятор. Дело в том, что не все растения согласны добровольно укореняться быстро и со стопроцентным эффектом. И чтобы им помочь, вам понадобятся корнестимуляторы. Такие как гетерооксин, индолилмасляная кислота, либо самый распространенный корневин. Он пригодится для обмакивания. Наконец, нам понадобится укрытие. Это может быть парник. Это может быть даже вот такая небольшая коробочка из-под торта, если количество черенков у вас небольшое. Либо дуги, которые можно накрыть пленкой с панбондом и затенить. Следующий момент. Мы должны подготовить череночник. Не всякая почва, не всякий участок в саду подойдет для того, чтобы там размножать наши ягодники. Почва должна быть рыхлая, питательная и хорошо пропускающая воздух. В таких условиях корни у череночков быстро формируются, хорошо разрастаются и не задыхаются. Не подойдет тяжелый суглинок, как и не подойдет полный песок. А лучший субстрат это песок и торф в соотношении один к одному или два к одному. Почва должна быть влажной. Только когда вы полностью подготовили участок, можем приступать непосредственно к заготовке черенков. Как правильно подготовить черенок к высадке, к укоренению? Для этого нам понадобится, собственно, побег. Обычно черенок должен иметь длину порядка 7-10 сантиметров. Он должен быть здоровым полностью. И мы нарезаем его на небольшие кусочки. Первый срез мы делаем на расстоянии буквально сантиметр, полсантиметра от нижнего узла. И удаляем нижние листики. Верхний срез делаем на расстоянии приблизительно сантиметр-полтора над узлом, над тем местом, где крепятся листики. Если листья большие, крупные, то мы сокращаем их площадь наполовину. То есть срезаем вот эту вот часть места. Это делается для того, чтобы уменьшить транспирацию, то есть испарение воды, влаги, чтобы растение не перерасходовало ее. Кстати, маленький секрет. В какое время суток лучше всего проводить черенкование? Здесь мы смотрим, конечно, на погоду. Это должно быть либо пасмурная, хорошая облачная погода без яркого солнца в течение дня, либо раннее утро, либо уже тогда, если погода солнечная, вторая половина дня после 4-7 часов вечера. За ночь у черенков в череночнике будет время адаптироваться, приспособиться и в новый день вступить уже с новыми силами. Итак, мы с вами начеренковали наши череночки жимолости. И сейчас будем высаживать их в наш череночник. Берем череночек, предварительно смочив кончик, чтобы пудра хорошо налипла. И обмакиваем. После того, как мы обмакнули наши черенки, либо предварительно настояли их в течение 10-12 часов в растворе гетероуксина, высаживаем их в наш череночник. Кстати, место для череночника лучше всего подбирать уже изначально затененное, чтобы там как можно дольше сохранялась повышенная влажность. Ведь первые две недели до момента образования настоящих собственных корней влажность в череночнике должна быть практически стопроцентная, а поверхность листа не должна пересыхать, она должна быть влажной. И согласитесь, что на солнышке такие условия сохранить бывает очень сложно. Черенки мы сажаем вертикально, заглубляем в почву. Обязательно нижнее междоузлие должно оказаться под землей. И заглубляем до уровня второго междоузлия. Оно должно оказаться на уровне почвы или чуть-чуть выше. Расстояние между черенками должно быть от 2-3 см в рядочке до 7 см между рядочками. Нижнее междоузлие обязательно оказывается под землей. Верхнее междоузлие должно оказаться на уровне почвы, либо чуть-чуть выше. Что это было? Кот! После того, как вы посадили, обязательно уплотняем почву, чтобы она плотно прилегала к черенкам. Ну и, конечно, кстати, очень важный момент, который часто упускают наши садоводы-любители. После того, как посадили черенки, полили, закрыли, не подписали. Маленький секрет. Не надейтесь на свою память и обязательно подпишите те сорта, которые вы зачеренковали. И этикетки, кстати, лучше всего использовать долговечные. Картон, либо бумага не подойдут. Они очень быстро разлагаются. Я рекомендую использовать вот такие простые самодельные алюминиевые этикетки. Можно сказать, вечные. На которых стержнем выдавливаем название. На Машека. Хороший сорт крыжовника. Вот. И жимолость. Вот на пластиковой. Тоже долговечная. Ее хватает на один сезон, это точно. Сорт жимолости Зинри. Итак, мы посадили, подписали и обязательно поливаем наши посаженные череночки. Поверхность листика должна быть влажной. И накрываем. Накрываем неплотно, чтобы была небольшая все-таки вентиляция, чтобы не запарились черенки. Периодически в течение их роста и развития мы должны их проверять, проветривать, обязательно поливать. Укоренение обычно наступает в течение двух-трех недель. И как только этот срок подошел, проводим первую подкормку. Лучше всего, кстати, идет мочевина, раствор. Либо настой навоза, разбавленный в шесть раз. После того, как вы увидели, что черенки тронулись в рост, сейчас мы приоткроем, как это вы поймете. В пазухах листа появятся маленькие росточки, маленькие побеги. Это значит, корни работают. Мы начинаем потихонечку закалять наши черенки, понемногу приоткрывая череночник. И приучая наши саженцы уже к жизни в нормальных, естественных условиях. Если закалку не проводить, то в дальнейшем при пересадке саженцев из череночника в открытый грунт, очень большой процент отхода. Если же делать закалку, постепенно приучая их к открытому воздуху, то сохранность посадочного материала остается очень высокой. В течение роста черенков не забудьте подкормить хотя бы 2-3 раза. В первую очередь это мочевина и фосфорно-калийные удобрения ближе к моменту пересадки. И затенение. Повторюсь, если мы выбрали хорошее тенистое место, то вот такого укрытия более чем достаточно. Если же на череночник, на парник может падать прямой солнечный свет, есть риск перегревания, то можно укрыть специальной сеткой, можно укрыть редкой мешковиной. Главное условие в самом череночнике должна быть легкая полутень. В таких условиях череночки укореняются очень хорошо и получаются красивые, развитые кустики. На этом у меня все. Спрашивайте, задавайте вопросы, что вас интересует. И мы обязательно постараемся рассказать вам, помочь, восполнить какие-то пробелы. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»